Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Григуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В центре внимания придомовые территории, внутриквартальные проезды, тротуары и подходы к социальным учреждениям. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Красноглинском районе Самары. 40 фельдшеров и сотни новых врачей. В этом году в Самарской области пополнился штат медиков. От Аляски и до Антарктиды, от Самары и до Владивостока. В России отмечают день рождения первого учебника по географии на русском языке. Песни, танцы и поэзия. В городе стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка». Свои программы представят более 20 колледжей региона. Определить границы территории, которая должна преобразиться. Самара претендует на грант федерального конкурса. В комиссии, которая сегодня обсуждала, какой именно отрезок города изменит свой облик, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов, архитекторы и общественники. К чему пришли участники встречи, расскажем в нашем сюжете. Самара решила принять участие в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия и гостеприимство». Для этого нужно представить проект будущего туристического центра города. Его граница сегодня определяла специальная комиссия, в состав которой вошли глава Самары Елена Лапушкина, заместитель министра, руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов, архитекторы, общественники, председатели ТОСов, градозащитники. Условия конкурса территории должны быть интересны для гостей города. Это необычные здания, доступные для прогулок дворы, в которые может заглянуть случайный прохожий, любопытные уголки города. Звучали предложения, что пунктом отправления должно стать место прибытия гостей в областную столицу. И хотя в Самаре немало мест, достойных внимания туристов, сделав круг по достопримечательностям, они должны вернуться в изначальную точку маршрута. Изначально предложенный нами вариант, безусловно, он логичный, безусловно, он узнаваемый жителями города. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, туристические потоки именно на этом маршруте в основном своем распределяются, но тем не менее поступили очень здравые предложения дополнительно. И сейчас просчитаем и эти варианты. Надеюсь, что наша заявка все-таки будет логичной и правильной. После того, как участники комиссии определятся с границами территории, будет сформирована заявка. Ее представят для участия в конкурсе, который проводит Федеральное агентство по туризму. Мы понимаем, что это будет важная составляющая исторического центра города Самары с наполнением его с точки зрения туристических сервисов, с наполнением будущего дизайн-кода. Тот турист, который приедет в Самару, оказавшись на этой территории, должен понимать, что она особенная, она уникальная, и она выглядит иначе, чем вся остальная территория Самары. На кону грант на внушительную сумму. В случае победы уже в 2023 году ее можно будет использовать для преображения общественных пространств на выбранной территории. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Несмотря на календарный март, расчистка территорий, вывоз снега и противогололедная обработка не прекращаются. Как эти работы идут в Красноглинском районе Самары, проверила глава города Елена Лапушкина. В центре внимания территории, на состояние которых поступали жалобы жителей. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как содержат придомовые территории, расчищают от снега внутриквартальные проезды, тротуары и подходы к социальным учреждениям в Красноглинском районе города. Внимание уделили объектам, на которые пожаловались горожане. Так жители нескольких домов Новой Самары недовольны своей управляющей компанией и написали обращение главе города. Елена Лапушкина провела беседу с руководством организации. Во дворах мы сначала чистим это все, вбегаем в одно место, а потом по мере поступления техники в КамАЗах мы это выберем. И объявления вешаем, и звоним, и раскапываем эти машины. Часто ставят еще на тротуарах, очень мешает проезду вообще в принципе. Глава Самары проверила еще несколько адресов, с которых поступали обращения жителей. Так, от жильцов 52-го дома 2-го квартала поселка Мехзавод поступила жалоба на протекающую кровлю. А жители 25-го и 27-го домов по улице Красноглинское шоссе просили уделить большее внимание расчистке внутриквартальной дороги от снега. Решено, что на помощь управляющей организации придут муниципальные дорожные службы. Парковок очень много, соответственно, почистишь, люди выехали, каша. Мы стараемся где-то в среднем раз в неделю проходить, потому что дорога важная, она соединяет два больших проезда, домов много, садик и проход к школе. Все обращения, отправленные горожанами, взяли в работу. Встретилась с жителями и в Новой Самаре, и здесь на Мехзаводе проговорили. Были обращения по дворам, но часть из них уже отработана, часть в работе. Вижу истребление района, вижу истребление управляющих компаний исправить свои ошибки и недоработки. При этом глава Самары отметила, что работы по расчистке территории, вывозу снега и противогололюдной обработки не прекращаются по всему городу. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Самарские дорожные службы возобновили работы по аварийно-ямочному ремонту улиц. В этом году предстоит отремонтировать почти 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна в городе. Ремонт дорог в это время выполняется горячей литой асфальтобетонной смесью. Она не боится непогоды. Такая технология применима и во время осадков. Работы ведутся преимущественно в ночное время. Как справились самарские дорожники с поставленными задачами минувшей ночью, оценила наша съемочная группа. Улица Самарская, пересечение с Ульяновской. В то время как город готовится ко сну, за дело берутся дорожные службы. В городе возобновили аварийно-ямочный ремонт дорог. В текущем году к работам по аварийно-ямочному ремонту мы приступили 16 февраля. Небольшой был перерыв, когда у нас были особо интенсивные осадки, в виде мокрого снега, дождя. На период до начала нормального карточного ремонта, то есть до середины, точнее до конца апреля, планируем ямочный ремонт. И тем, насколько бетоном сделать на площадке 13 950 квадратных метров. Сегодня уже приведены в порядок почти 2000 квадратных метров улиц Самары. Для данных работ задействовали три установки «Кохер» с литым асфальтобетоном и, соответственно, три бригады на подготовку карт для залития. После схода снега число бригад увеличат вдвое. Технология надежная, соответствует всем требованиям. Сейчас, кстати, литой асфальт по новому ГОСТу идет. То есть даже в такую погоду, соответствует технология эта работа. Метод горячей литой асфальтобетонной смеси не боится любой непогоды. Смесь разогревают до температуры выше 200 градусов. При распределении ее по подготовленной поверхности ямочной карты вся жидкость выпаривается, не оставляя шанса пустотам. Гарантия на такой ремонт – 6 месяцев. Ну, что сказать. Молодцы начали ямочный ремонт делать. Молодцы, что сказать. Ямочно-ремонтные работы чаще проходят в часы наименьшего трафика, чтобы не создавать пробок и не мешать автомобилистам. За ночную смену – это время с 8 вечера до 8 утра – дорожные рабочие успевают привести в порядок около 65 квадратных метров автодороги. Светлана Кудрявцева, Гульфия Асафина, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 1707 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 358 111. Такие данные в четверг 10 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 3257 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 320 741 пациента. Уровень заболеваемости ковидом в Самарской области постепенно снижается. И во многом это заслуга вакцинации населения. Прививаться можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, которые организованы в крупных торговых центрах. Например, в Чапаевске подобный прививочный пункт пользуется популярностью. В том числе у людей серебряного возраста. Об этом расскажем в следующем сюжете. Пришел за покупкой – укрепи иммунитет. В Чапаевске продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Один из прививочных пунктов разместился в востребованном торговом центре города. Здесь ежедневно с 10 до 16 часов работают медики. В наличии у них 4 вида вакцины. Привиться можно быстро и комфортно, о чем говорят сами жители города. Очень хорошо. Не стоять в больницу, не ходить. Помимо того, что прививки делают, там еще и просто идут плановые жители. А здесь прям пришел, сделал и ушел. Очень хорошо. Молодцы. Процедура проходит, как в любой поликлинике. Заполнение анкеты, осмотр у врача. Если нет противопоказаний, укол. Особенно важно прививаться людям возрастем, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни и тяжелых осложнений, медики рекомендуют сделать прививку, а спустя полгода после первичной пройти повторную вакцинацию. Всех приглашаем на вакцинацию. Тем более, что она показала свою достаточно высокую эффективность. Во время последней волны, которая сейчас уже активно идет на спад, в том числе и в связи с достижением нами неплохих, я считаю, показателей, у нас привито сейчас порядка 80% от плана. Также мы отмечаем достаточно легкое течение заболевания у тех людей, которые были вакцинированы той или иной вакциной. В Чапаевске продолжает работать также 4 стационарных пункта на базе поликлинических отделений, круглосуточный пункт вакцинации, мобильный в торговом центре и выездной пункт, который курсирует по городу. Светлана Кудрявцева, События. 40 фельдшеров и сотня новых врачей появятся в медучреждениях Самарской области в этом году. Это станет возможным благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщили в региональном правительстве. Обеспечение медучреждений профессиональными кадрами, модернизация и развитие системы здравоохранения в целом – важное направление нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе, часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В регионе действуют программы, направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В прошлом году в медучреждения региона также трудоустроились 140 специалистов. В Самарской области простились с военнослужащим, погибшим во время исполнения воинского долга на Донбассе. Максим Пустозвонов, уроженец поселка Волжский Красноярского района, служил по контракту ефрейтором воинской части Московской области. В 2017 году окончил школу, увлекался спортом, играл в футбольном клубе «Крылья Советов» в команде дублеров. У Максима остались мать и младшая сестра. Указом президента награжден орденом мужества посмертно. Прощание с погибшим и похороны прошли со всеми воинскими почестями. Коллектив «Самара ГИС» соболезнует родным и близким. Далее коротко о других событиях дня. В Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки россиян и бизнеса в кризисный период. В частности, депутаты предлагают освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг и субсидировать 70% стоимости коммуналки гражданам старше 65 лет. Кроме того, парламентарии захотели отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний ее призвали ограничить до 0,1%. Инициативу уже направили в Минстрой. В ближайшее время их представят в правительстве. Депутаты также выступили за введение субсидий на оплату ЖКХ семьям с безработными и предложили отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан управляющих компаний. Кабинет министров России поддержал введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Предполагается, что такая мера будет действовать 5 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Кроме этого, получить льгот на НДС смогут владельцы уже существующих гостиниц и других средств размещения. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил контролировать график поставок товаров в магазины. Как и в первую волну пандемии, граждане сейчас стараются закупить побольше сахара и круп. Объемы завозов увеличиваются, меняется логистика доставки. В число системообразующих предприятий региона входит 117 компаний, которые оказывают существенное влияние на экономику. Все они работают в штатном режиме. В мониторинге учитывается численность персонала, изменение заработной платы, ритмичность поставок сырья, отгрузка готовой продукции, а также реализация инвестиционных проектов. Дистанционную выдачу больничных в Самарской области могут прекратить с 15 марта. Порядок открытия больничного листа по телефонному звонку был введен приказом Федерального министерства здравоохранения временно в связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусом. Открывая больничный по телефону, врачи смогли избежать скопления пациентов в коридорах поликлиник. Закрыть открытый по телефону больничный можно было также по звонку, если через 7 дней самочувствие становилось лучше. От Аляски и до Антарктиды, от Самары и до Владивостока. 10 марта отмечают день рождения первого учебника по географии на русском языке. Из-под типографского станка он вышел 312 лет назад. Вести гражданский шрифт, так называемую Амстердамскую азбуку, в 1708 году распорядился Петр I. Это стало необходимым для печати светских изданий в результате первой реформы русского алфавита. Издание, которому сегодня уже более трех столетий изучила Ольга Павлова. Двери в кладовую редких книг здесь ежедневно открываются для каждого читателя. Тысячи совершенно уникальных экземпляров 18-19 веков, а также ряд иностранных изданий 15 века. Одни книги библиотеки подарил ее основатель, губернатор Константин Грод. Другие издания собрали из авторских коллекций, пополнив фонд еще на несколько сотен произведений. Не является исключением и этот учебник по географии. Конечно, не самый первый экземпляр, который выпустили в 1710-м, отмечает заведующий отделом редких книг Анна Лычева, но максимально точно к нему приближен. Это книга Петровского времени. Естественно, в нашей библиотеке ее нет, потому что это очень большая редкость книги Петровского времени, потому что были и маленькие тиражи, и, естественно, они просто даже не сохранились. Первый учебник по географии на русском языке вышел из-под типографского станка 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад. Инициатором издания стал Петр I. Пособие заглавили как «География» или «Краткое земного мироописание». Скорее всего, издание перевели с фламандского языка, ведь по утверждению историков, голландцы в начале 18 века были одной из лидирующих наций в области географии. Книга форматом 10 на 15 сантиметров включила в себя 106 страниц текста и 21 страницу таблиц. В учебнике были описаны экваторы, полюса, тропики, арктические и антарктические земные круги. Кроме того, давалось представление о градусах широты и долготы. Подробно рассказывалось о политическом устройстве всех государств Европы. Примерно таким же контентом наполнен и экземпляр учебника по географии 1773 года, который хранится в Самарской областной научной библиотеке. Тут же можно, кстати, посмотреть информацию о Самаре. Она уже упоминается. Сколько было населения, сколько было домов, сколько церквей. Ну и такое небольшое описание, чем занимались жители. Если верить данным этого учебника по географии, в конце 18 века жители Самары в основном занимались хлебопашеством и рыбной ловлей. Последней в городе на реке особенно ценилось. Рыбаки выбирали только лучшие с гастрономической точки зрения виды водной фауны. Впрочем, Волга, отмечают историки, даже в средней полосе тогда была значительно богаче. А ситровые породы в 18 и 19 веках считались вполне обыденной добычей волжских рыбаков. Рыбная продукция сдала свои позиции только в 40-х годах 19 века. Другому важнейшему товару – хлебному зерну. Информацию о горах, озерах, источниках, богатствах земель Африки, Америки и Австралии. Прочесть об этом в 1710 году смог каждый житель царской России благодаря решению Петра Первого упростить шрифт для печати. Дело в том, что в 1709 год Петр Первый ввел гражданский шрифт, то, что мы на сегодняшний день, вот эти буквы, которые мы знаем и читаем. До этого книги печатались на церковнославянском, то есть на кириллице. И это в основном были церковные книги. Даже обучение в школах, в начальных школах, шло на церковнославянском. И человек считался грамотным, когда он то читал псалты, ну отдельные куски заучивались наизусть, по ним же учились писать по этим книгам. В результате Петровской реформы число букв сократилось до 38. Их начертание упростилось и округлилось. В царской России начали появляться первые книги и газеты. А в 1814 году, 208 лет назад, в Петербурге открылась первая императорская публичная библиотека. Она стала общедоступной для всех жителей нашей страны. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. Как привести себя в порядок лету и обязательно ли ради этого изнурять организм диетами? 10 марта в мире празднуют День диетолога. Именно эти специалисты помогают людям в борьбе с лишним весом, а также тем, кто наоборот не может набрать. Многие люди стремятся придерживаться здорового образа жизни. Кто-то нуждается в особой диете в силу некоторых заболеваний. Всем этим людям необходима помощь высококвалифицированного врача-диетолога. Мария Левина расскажет, как прийти в форму без вреда для здоровья. Надо понимать, что вы съели определенное количество жира, то есть либо вы в обед, в ужин что-то ограничили, либо вы пошли две остановки пешком, прошли, а не одну, как обычно. То, что поможет прийти в себя или не усугублять ситуацию – баланс. Первая медицинская заповедь – не навреди – транслируется на самого пациента. Как правило, в кабинете диетолога оказываются те, кто изрядно постарался доставить своему организму дискомфорт, например, изнуряющими диетами. Шаг влево, шаг вправо и расстрел. Точнее, очередное обострение. Диета назначается по сугубо медицинским показаниям, уверены эксперты, и это индивидуально. Прежде чем врач назначит подходящий рацион питания, пациент должен пройти обследование, сдать анализы. Важно также рассчитать индекс массы тела – это соотношение показателей веса и роста человека. В норме он у женщин от 20 до 22, а у мужчин от 23 до 25. Превышение показателей говорит о проблемах с лишним весом. Тем, кто не преодолевает нижний порог, также стоит побеспокоиться и обратиться к специалисту, ведь у них дефицит веса. А вот цифрам на весах доверять не стоит. Они показывают общий вес, который может увеличиться не от количества жира в организме, а, к примеру, из-за роста мышечной массы. Ну, статистика такова, что избыточная масса тела ожирения растет во всем мире, в том числе в России, в Самарской области. Конечно же, культура здорового питания, она приходит сейчас населению. То есть, ну, мы стараемся вообще во многих средствах массовой информации говорить о правильном питании, о сбалансированном питании. Мне кажется, что сейчас больше людей стало интересоваться своим здоровьем, своим питанием как лучше, и не только своим, но и, конечно же, своей семьи, своих детей. 10 марта ежегодно диетологи по всему миру принимают поздравления со своим профессиональным праздником. Сегодня их профессия считается одной из самых востребованных в мире. Врачи-диетологи на основании персональных данных пациентов, учитывая их образ жизни, состояние здоровья, привычки, наследственные факторы, составляют индивидуальные программы питания, помогают начать здоровый образ жизни и впоследствии получить тело мечты. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Они читают стихи и поют песни, радуются и грустят. И все это на сцене. В Самаре стартовал фестиваль «Веснушка». Свои концертные программы на суд жюри представят студенты 21-го колледжа Самары, Тольятти, Отрадного и Нефтегорска. Впервые участие в фестивале приняли студенты колледжа СамГТУ. Подробности в нашем сюжете. Они решительно врываются на сцену, готовые заявить о себе и покорить публику. Студенты колледжа Самарского технического университета в фестивале «Веснушка» принимают участие впервые. И очень волнуются, ведь именно им выпала честь его открытия. За спиной у студентки второго курса «Лада Ежелева» и «Балетная школа». Выступать на публике приходилось не раз. Но сейчас девушку переполняют эмоции. Опыт есть, но как будто бы сегодня первый раз. Вместе с сокурсниками «Лада» представляет на суд жюри свое прочтение стихов Владимира Маяковского «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». А звезды у фестиваля «Веснушка» и правда есть. Три года подряд гран-при берут студенты Поволжского государственного колледжа. И хотя остальным так хочется вырвать победу из рук лидеров, главное признаются зарядиться позитивом и хорошим настроением. Хочется новых эмоций, хочется уже весны, потому что на улице ее еще нет, сегодня опять пошел снег. Хочется весны, студенческого вот этого задора. Ну, в принципе, мы ждем, что в этом году фестиваль будет выше уровнем. В этом году на фестивале выступят более 50 профессиональных образовательных организаций. Жюри представит свои концертные программы «21 колледж Самары, Тольятти, Отрадного и Нефтегорска». Студенты более 30 образовательных организаций примут участие в конкурсных днях по направлениям фестиваля. С каждым годом уровень студентов растет и растет, это очень приятно видеть. Приходят новые поколения, да, я уже видел смену, когда сменилось несколько выступающих, да, уже когда пришли на смену. И вот этот уровень, который они поддерживают, всегда интересно смотреть. По итогам концертных программ жюри выберет лучшие номера, которые войдут в программу гала-концерта фестиваля, который с 22-го года является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Баскетболисты Самары готовятся к серии домашних игр в хорошем настроении. Команда вернулась из выездного турне, где одержала три победы в трех матчах. Об этом, а также о тольяттинских хоккеистах расскажем в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары из выездного турне возвращаются с тремя победами в трех играх. После двух успешных матчей в Москве с ЦСКА-2 и МБА волжане переиграли и ежевский купол «Родники». В начале встречи хозяева добились небольшого преимущества, но к концу четверти самарцы все же вышли вперед, а к большому перерыву и вовсе укрепились в качестве лидера. В дальнейшем Самара лишь увеличивала преимущество. Разница достигла 20 очков, после чего волжане спокойно довели дело до победы – 98-69. Команда закрепилась на четвертом месте в Суперлиге. Хоккеисты тольяттинской «Лады» готовятся ко второму раунду плей-офф в ВХЛ. Им предстоит сражаться против тюменского «Рубина». Сибиряки заняли третье место в регулярном чемпионате, а в первом раунде игр на вылет обыграли за Уралье в пяти матчах. В регулярке будущие соперники по разу обыграли друг друга в гостях. Сначала «Лада» победила в Тюмени 4-3, а затем «Рубин» обыграл тольяттинцев на их льду 4-0. Серия продлится до четырех побед, первые две встречи состоятся в Тюмени. А вот молодежная команда тольяттинского клуба свой сезон завершила. Хоккеисты «Ладьи» провели два последних матча регулярного чемпионата МХЛ на выезде против «Молота». В первой игре «Хозяева» открыли счет уже на третьей минуте, но затем автозаводчане перевернули ход встречи и забили трижды. Во втором периоде гости еще увеличили разницу в счете. В третьем игровом отрезке «Пермяки» смогли лишь сократить отставание до минимума. 5-4 победа «Ладьи». Во второй игре тольяттинцы также выиграли первый период 3-1, но после забивали только «Хозяева». По разу в каждом из оставшихся периодов, а затем и в овертайме. 3-4 поражение «Ладьи». Тольяттинцы закончили регулярный сезон МХЛ на 11-м месте в своей конференции и не вышли в плей-офф. На этом выпуск подошел к концу. Читайте наши новости на официальном сайте телеканала «Самара ГИС», а также в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова